Славянская радио Продолжаем разговор Так, идём по вопросам и репликам, которые поступили в чат Народного славянского радио. Наш Админский из чата, называемого «Горницей», в избе-читальной Народного славянского радио и из канала YouTube. Реплика в эфир от Владимира из «Мытищ». Вадим, почему у тебя тема раса, род, народ, государство ограничена государством? Логичнее было бы определить тему следующим образом. Род, народ, вся земля. Вся земля наша от ледяных равнин Северного полюса до ледников Южного, от Парагвая до Карелии. Ну, отвечу так, не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна. Шикарная песня. Это ты что же, что же ты властями-то разбрасываешься? На вас в властей не напасёшься. Это ж всё наше. Нет, нет, нет. Ну, наше, не наше. Там живут сейчас другие народы. Это вопрос о милитаризме и прочих вещах. Пришёл кто-то в гости к тебе и остался. Как помнишь про лисичку и зайчика? Была у лисички избушка ледяная, у зайчика лубяная. Чем закончилась? Да. Знаю эту историю. Давайте так. Ну, вот я своё мнение, естественно, высказываю. Конечно, давай-давай. Да. Значит, есть территории, где славяне, наши предки были, но это не значит, что... Вот смотрите, вы сейчас просто подводите следующую опасную ситуацию, которую, кстати, представители кочевого народа уже активно муссируют в средствах массовой информации. Они говорят следующим образом. Ну, можете посмотреть, что Игорь Беркут говорит. Я в прошлый раз говорил о новом проекте «Новый Иерусалим. Реализация». И к этому человеку отнеситесь очень серьёзно. Не просто так его мониторят, через него мониторят ситуацию. Значит, они говорят так. А это наша земля была. Вы вообще славяне сюда пришли вместе с рюриками. А до этого вы там ходили неизвестно где. Вас тут крестили, когда и азбуку вам принесли. Вот тут вы и начали расти. Вы молодой народ. А здесь были мы, хазары. А поскольку мы правоприемники, то это вся территория наша. Вот вы сейчас создаёте точно такую же ситуацию. Мало ли, где какой народ был. Это вопрос второй. Я же в прошлой передаче говорил, что я предлагаю следующее определение. Государство образующий народ, коренной народ. Коренной народ и государство образующий – это, в принципе, одно и то же. Но просто есть большой коренной народ и малый коренной, и малые коренные народы. И это всё образует симбиоз. Вот группа народов исторически создала государство. Мы за него воевали. За страну, за государство, наши предки. Они его создали вот на этой территории. Как бы говорить о том, что там наше Перу, Африка и так далее – да нет. Такого то ли было, то ли нет. Ну, исторические находки – это, например, есть много косвенных подтверждений. Да, там орнаменты индейцев в Америке. Я за этим так слежу, насколько успеваю и так далее. Но говорить о том, что это всё наше – да вы это в руках удержите, ребята. Через несколько лет я уже предупреждал, что в результате определённых действий, которые начаты в 90-е годы, страну опять могут начать разваливать. Понимаете, в чём проблема? Вот Украина тоже кричала недавно, что это всё наше. Ну, на выходе они сейчас стоят перед государственной катастрофой. В любом случае, сейчас просто те, кто это всё заварил кашу, не знают, что с этим делать. Потому что возник проект «Новороссия», которого они не ожидали, и который в прошлом году начали сворачивать. Не буду говорить, кто в этом участвует и так далее. Хотя в книжечке я этот момент описываю. Ну, вот таким вот образом я, наверное, ответил. Поэтому нам надо удержать то, что есть вот это, и это наше. Мы это можем доказать. У нас есть летопись, у нас есть история. Кто это отстоял, защитил и развил, вот за это и надо держаться. Ну, как бы всё. Понятно, понятно. В общем, не прицеливаешься далеко, не прицеливаешься. Не надо зачем. Понятно. Ладно. А наша часть земли. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Вадим. Здравия. Как встроить понятие раса, род, народ и государство в современную государственную формацию нашей страны в бытомом и метафизических смыслах? Организовать некий симбиоз древней мудрости с современными реалиями, своеобразную переходную модель к земствам, копия, народовластью. Насколько жизненно способны, по твоему мнению, эти древние и мудрые понятия, заявленные в анонсе, доставшиеся нам по наследству от предков? Благодарю. Длинный как раз вопрос. Он из нескольких вопросов состоит. Ну, собственно говоря, это опять возвращаемся к тому, что было. Раса и народ. Вот, я пытаюсь до слушателей, читателей донести идею о том, что это метафизические понятия, это полевые структуры. Нужно просто, ну, есть версии о том, что это некие биологические признаки, там, передающиеся через геном и так далее. Ну, геном в этом участвует, но все на самом деле намного сложнее. Вопрос стоит в том, с какой точки зрения вы наблюдаете. Если уж так по большому счету, сейчас немножко на другое перескочу, на другую часть вопроса Олега. Вот как это все формировать, вот то, о чем я пишу в книжках, нужно преподавать в школах. Вообще, как бы, ну, признаюсь, это своего рода и первая книга, вот эта вторая, да и третья, которая выйдет, это своего рода проект или макет учебника. То есть он должен заменить религиозное преподавание, которое попытаются там навязать в школах, потому что, как бы, это обучение общим принципам. Не обучив общим принципам детей, вы не создадите для них информационную среду, в которой они дальше смогут оперировать какими-то понятиями. А дают узкую систему понятий, причем ту, которой наши предки сроду не пользовались, я имею в виду систему иудохристианства и так далее. Это все обходилось со стороной-то на самом деле. И, собственно говоря, я там в книжке цитирую слова одного из кардиналов, когда он говорит, что славяне из христианства создали некий симбиоз, который больше напоминает их языческую систему. Да так оно и было до определенного момента. Но после 17-го года это все, собственно говоря, в конце 19-го века тоже стало умирать. Ну почему? Потому что система не жизнеспособна, потому что идеи, которые там изложены, носитель информационный, он изначально не подходит под наш менталитет, наше восприятие мира и так далее. Так вот, народ и раса, еще раз, это метафизические понятия, полевые структуры. Пока это не поймете, дальше с этими понятиями будут большие сложности. Ну, какой пример можно привести опять? Вот смотрите. Человеческое тело. Вот просто задавайте себе вопросы. Где начинается жизнь? Почему тело живет? В какой момент оно умирает? Каким образом формируется из-за родышей вот эта машина высотой от метра 50 до 2 метров 20 сантиметров? Как она вырастает? Почему прекращает расти и так далее? Как вообще атомы собираются в кучу? Что их собирает? Атомы в молекулы, молекулы в клетки и так далее. Что за этим стоит? Просто так, механический процесс, ну-ну. И такое многообразие видов, это тоже результат механического процесса. Это все инженерные конструкции. Я как бы повторяю фразы, которые я повторяю, но они общие и как бы наиболее понимаемые людям. Потому что если там дальше начать оперировать терминами из метафизики. Так вот, когда вы зададите вопросы, что стоит во главе, то вы поневоле, если правильно будете вопросы ставить, придете к мысли, что есть некий набор программ, которые реализуются через работу определенных принципов. И вот эти полевые структуры раса и народ, они, собственно говоря, формируют облик человека и количество народов, которые и рас. Почему рас-две? Высокая вибрация, низкая вибрация. Белая раса — результат работы высокой вибрации создателя. Чёрная раса — результат работы низкой вибрации. Белая — это всё взаимоотношения инь-янь. Вот, кружочки, две рыбки, представляете, там с глазиками. Значит, взаимодействие инь-янь, вернее, разделение на чёрную-белую расу заложено изначально создателем. Значит, для чего? Расы в результате своей деятельности в трёхмерном мире осуществляют определённую метафизическую работу, которая передаётся в информационную среду, и в результате там какие-то процессы происходят. Какие — сказать не могу. Мне это не показывали, я просто описал те процессы, которые мне показывали. Как Менделеев Дмитрий Иванович в своё время показывали его таблицу, в которой, кстати, первым элементом стоял эфир, который из этой таблицы исключили. Значит, поэтому, если вы не научитесь видеть мир глубже, чем вам его предлагают видеть, ну, дальше будет проблема с пониманием целого ряда процессов. Так вот, по поводу структур земства и так далее, я сторонник этих структур, но они не будут работать при той модели государственного машины, которая функционирует сейчас. И самое главное — при том слое социальных паразитов, развращённых, причём которые сейчас находятся во главе. То есть по-хорошему должна произойти зачистка государственной машины, верхушки именно. То есть я скажу 37-й ГОА, народ сажают. Да нет. Значит, пока не будет очищена на 100% машина, и туда не придут люди специалисты, но в то же время по качествам души славяне. Ничего не будет происходить. Вот чтобы новая система заработала, нужно взаимодействие верховного правителя. Не президент — это не наше слово. И почему я говорю, а вот, кстати, такой момент. Ни монарх, ни самодержец, ни царь. Ну царь, опять это связано с передачей власти по наследству. По наследству власть передавать нельзя. Почему? Да, есть пословица «яблоко от яблонки недалеко падает». Но, как показала практика, ведь в метафизике это работает так. Есть мать, есть отец. Ребёнок берёт вибрации рода матери, мальчик, а дочка — вибрации рода отца и характер, соответственно. Получается так, что Николай II, который страну-то ведь проворонил, ну это мягко говоря, ну он в род матери пошёл. Если у него отец был, ого, какой Александр III, то этот, ну... Его современники говорили, что его потолок — командир полка. Это вот есть такая очень замечательная книга, ещё в советское время вышла, «23 ступени вниз», автор Косвинов, где он привлекует абсолютно безо всякой политики дневники царя, его мысли, мнение о нём его, людей, которые стояли рядом с ним. И это очень интересное наблюдение. Чем книжка хороша? Она вышла в советское время, вроде как тенденциозная должна быть. А вот тенденциозные книжки стали выпускать чуть попозже всякие исследователи. Значит, так вот, система земств и прочих заработает в полной мере, если будет осуществлён принцип обратной связи работы между верховным правителем и представителями народа. А это невозможно, если на вершине сидят люди. Ну вот, вы же видите, какой эффект дало невнимание первого лица страны к проблеме с коррупцией, на которую обратили внимание представители народа. Неважно, как вы относитесь к Навальному и так далее. Дело в том, что он поднял проблему, и на неё надо было отреагировать. Либо ответить «да», либо ответить «нет». Власть предпочла молчание. А я вам ещё в прошлый раз говорил, что вы обращайте внимание на следующее. Когда вы хотите понять, где вам врут, обращайте внимание на тишину. Вот эти образуют тишину. Вам создают информационную тишину там, где они не знают, что делать. Или не хотят, чтобы вы что-то знали. Вот как было в вопросе с формированием информационной среды во времена СССР. То есть давалась хорошая накачка в области технических наук, работали кружки там и так далее. Но в вопросах мироздания и в вопросах государственного устройства была организована тишина и какая-то словесная какофония в результате работы специалистов по марксизму-алиминизму, которые рассказывали всякую несусветную чушь, которую, собственно говоря, ни один нормальный человек не мог запомнить. И вот это привело к тому, что когда надо было понимать, как должно работать государство, и что надо делать, никто ничего не понял. В результате мы то, что имеем, то и имеем. Поэтому я за систему земств, я за возрождение старых традиций. Но дело в том, что пока вот взаимодействие не будет налажено, оно очень просто сделать сейчас, было бы желание. Понимаете, когда не было среды системы интернет, системы быстрого обмена данными, это было проблематично. Письма, обращения граждан, их там не все читали, читать письма сложно, не все формулировать мысли свои могут хорошо, юридически, грамотно. Интернет, что стоит установить, ну, скажем так, целый центр, который бы отрабатывал звонки со всех регионов. Но там должны сидеть ответственные люди, которые бы доводили все до первого лица. Это не очень сложно сделать. И сразу реагировать. Ведь рыба-то тухнет с головы. Если начальство где-то плохо работает, ну, значит, надо менять начальство, а не народ, который там живет, в этом регионе. Все же очень просто. Но этого никто не делает. А почему? Ворон ворону глаз не выклюет. Чего там? А опять вспоминайте, подобное притягивается к подобному. Сформирована такая среда на вершине государственной пирамиды, то есть в государственных институтах, что в эту среду сейчас все труднее, в этой среде, труднее и труднее удержаться порядочным людям. Почему я так говорю? Я сам в такой системе прослужил 10 лет, и как бы я видел, как менялись люди. То есть те, кто пришел с улицы, а не по блату, работали честнее, чем те, кто пришел туда в эту среду потом. Те пришли туда четко зарабатывать деньги, им больше ничего не было надо. И задержавы им обидно не было. Хотя они встают все на своих толстых животах, подтягивают мундиры, поднимают толсты. Господа офицеры, какие вы офицеры? Ладно, проехали. Ответил я, считаю, на вопрос. Понятно, понятно. Им не задержавы было обидно, судя по всему, за то, что у соседа больше, чем у него. Ладно, идем дальше. Вопрос эфир от Ингорь. А вас не смущает то, что митинг 26-го был организован коррупционером Навальным? Да и вышли в основном школьники. Стоит ли называть это митингом возмущенных граждан? Вот, я же говорил, что вопрос политики все равно коснется. Еще раз. Но ты же завел, включил, рукоятку-то крутанул. Крутанул. Не, ну не спорю. Просто когда мы говорим о вопросе взаимодействия власти и народа, вот это самый лучший пример. Почему? Он самый свежий. Я мог бы там привести событие какой-нибудь 30-летней давности, да и он мало кто не помнит, допустим. Нет, хороший пример. Я отвечу так. Ну, обвинять Навального в коррупции не совсем корректно. Вы повторяете штампы, которые вам в интернете рассказывали некие люди какое-то время назад. Я за Навальным внимательно слежу. В одном из интервью он сказал, да, я вот тут думал, когда-то так, но дураком был. Сейчас я систему поменял. Вопрос не в том, как я к нему отношусь. Ну, скажу так, что кто хочет видеть Навального в президентах, он на эту должность не подходит, да он не потянет. Информацию кто-то ему дал. Вопрос кто, ну, остается открытым. В любом случае, акцентирую внимание слушателей на том, что эта информация в свободном доступе не находится. Ну, вот давайте так, вот вы захотели эту информацию найти. Вы имеете доступ к этим базам данных? Они есть, да, но они стоят хороших денег. Эти база данных имеют в своем распоряжении спецслужбы, банковские структуры, ну, либо еще некие силы, которые связаны там с Америкой, как нам объясняли. Может быть, я не спорю, но в любом случае за ним кто-то стоит, кто понятия не имеет. Информацию ему подсказали, где искать, а дальше он все сделал достаточно грамотно. Выходили ли туда одни дети и школьники? Ну, если вы имеете глаза, ну, хорошо, пересмотрите митинги. Там народ разного возраста. Народ вышел, и это просто показатель того, этот митинг. Вообще отрицательно отношусь к народным выступлениям. Почему? Ну, я в своей книжке привожу два примера того, как сменяется власть в государстве. И всего два метода. Народные выступления, за которыми стоит группа организаторов. Вот как произошло все в семнадцатом году. Уроки истории. Стояла группа, финансируемая из-за рубежа, как сейчас говорят. Большевики, меньшевики и серы, все это иудеи, финансировавшиеся из карманов Ротшильда. Якобы на немецкие деньги, но на самом деле на деньги евреев-банкиров, которые оперировали этими деньгами германских банков. Значит, они произвели переворот. Да, вроде как народ пришел к власти. Но народ ли? Потому что к власти пришли они. Через народ. Украина. Да то же самое. К власти пришла группа, которая это все финансировала. И вот эти недалекие, которые туда вышли, людей можно понять. Еще раз говорю, вы разделяете эти понятия. Вот процесс. Не статика черная-белая, а процесс. Народ ведь довели на Украину. И у нас сейчас он находится в таком же состоянии. У молодежи нету перспектив. У нас много умной, талантливой молодежи, которая обречена работать на заводе, хотя у них есть потенциал. Причем так, даже не на заводе. Грузчиком каким-то, еще где-то там. То есть у них нет перспектив роста. Вообще никаких. Почему? Ребенок из малообеспеченной семьи, а у нас таких сейчас больше 20 миллионов. И что? Платить за обучение, которое у нас якобы бесплатное? Ну попробуйте. И так далее. Если в советское время была Иосифом Миссарионовичем организована система социальных лифтов, когда ты мог учиться до 30 с лишним лет, тебе платили стипендию, и ты еще мог подрабатывать и прекрасно жить на эти деньги. Вот. И учиться. Хоть в трех УЗах одновременно. Вот. И впоследствии ты мог, в общем-то, сделать карьеру в любой отрасли, где у тебя получалось. Инженером, там, не знаю, военным и так далее. Было много порядочных руководителей, которые, в общем-то, в своих подчиненных ценили не только деловые, но еще и человеческие качества. Собственно говоря, я тоже все видел, поэтому как бы, да и любой нормальный человек, если вспомнит свою жизнь, скажет, ах, как все было, да нет, все, были очень много положительных моментов, но, говорю, вот это все, к сожалению, мы сейчас после 90-х годов очень медленно утрачиваем и возвращаемся к системе местничества, причем в самой мерзкой форме, да еще сопровождающейся некоторыми, ну, скажем так, засильем чужеродных элементов в этой среде инородных. Так вот. Ну, собственно говоря, поэтому мое отношение к митингам, вообще-то отрицательное, потому что люди, вышедшие, доведенные до отчаяния, приводят к власти группу тех, кто стоит за всем этим. Какие цели они преследуют, в данном случае сказать не могу. Есть второй способ смены власти, он верхушечный переворот называется, когда все происходит тихо. Привожу пример из истории 17-18 века, смена власти, там как Екатерина приходила и так далее. Гвардия приходила, решала вопрос, народу говорили, опа, новый руководитель, отлично. И все происходило дальше без потрясений особо. А все вот эти потрясения нужны для того, чтобы перемешать социальные слои и привести в нужные государственные институты подлых людей, которые будут потом душить тот же самый народ. То есть никогда эти вещи не заканчивались хорошо. Пример Украины, на Украину смотрите. То есть у меня отношения два якая. Митинг был нужен, почему? Чтобы показать, что у нас существуют проблемы. Вот по-хорошему, если бы во голове страны стоял нормальный руководитель, вот когда народ вышел, это значит сигнал, что не работает какой-то блок. Вот что такое выступление народа массовое? Это как вот нервы. Вот народ, это своего рода нервная система в теле человека. Значит, когда у вас что-то болит, в первую очередь реагируют ведь нервы. Так вот, массовый всплеск вот этой боли, работа нервных окончаний показывает, что в этом органе непорядок. А за этот орган отвечает конкретный человек. Ну, тот самый борец коррупции, против которого все, собственно говоря, и вышли. Вот. Поэтому реакция власти на это все странная весьма. Вот это показатель, закмусовая бумажка, тех проблем, которые в нашей стране происходят. Понимаете, нет взаимодействия первого лица с народом, есть имитация. Через общественную палату, которая ничего не сказала, и так далее. Через прокуратуру, которая должна была отреагировать, ну, и так далее. Впоследствии там один депутат похватился от КПРФ. А ведь все фракции, вот это о роли партии, не буду их называть разными словами, но они все сказали так, нам это неинтересно, это предвыборная кампания, и так далее. Ребята, вопрос идет не о предвыборной кампании. Там было, у Навального хорошие юристы работают, там была выбрана ситуация, в которой есть что предъявить реально, документы, и усматривается взаимосвязь, вот усматривается взаимосвязь между субъектом и действиями. Потому что, ну, скажем так, у этого товарища есть еще родственники, которые работают в определенной системе, не буду говорить в какой, а то мне еще риски какие-нибудь предъявят, и можно было бы их затронуть, но их никто не трогает. Почему? Ну, потому что женам и родственникам не запрещается в нашей системе заниматься крупным бизнесом. Ну, вот как-то так. Поэтому вы очень осторожно, еще раз, не будьте жертвой информационной обработки, вы анализируете информацию, соотносите со всех сторон. Ну, я надеюсь, как-то показал, что вот я вот это делаю вот так. То есть, вот я стараюсь посмотреть на это как на процесс, а вы говорите, вот, овальный там, наймит определенных структур. Ну, не надо так делать. Ну, вот как-то так. Если уж разобраться, то все у нас тут наймит определенных структур. Нет, ну, так можно сказать и предъявить такие обвинения, но нужно же еще и доказать. Это если с точки зрения, ну, скажем так, доказательного формирования, доказательной базы. Я никак не представляю. Я имею в виду, что не только со стороны оппозиционеров, а со стороны еще некоторых властей, они тоже кем-то наняты могут быть. Да, да, вот тут Алексей с вами полностью согласен. Поэтому здесь так просто односторонне говорить что-то, наверное, тяжеловато. Мы сейчас видим определенную высокого уровня игру. Такая шахматная партия. Да, да, да. Где выкладываются одни компроматы, выкладываются другие, где-то кого-то забирают, где-то кого-то прижимают. Одни действуют с точки зрения власти, используя свои рычаги и давление, другие с точки зрения как это, вброса информации и заведения людей на митинги. Вопрос всегда заключается в том, а что будет дальше? Вот я всегда чуть дальше смотрю. Вот меня интересует, меня интересует. Хорошо. Ладно, представим, что верхушка негодяи кончена, их надо убрать. Ну, представим, пришли некие люди, подняли народ, народ пришел, эту верхушку сбросил. Ну, во-первых, сбросить, наверное, с кровью он ее сбросит, потому что все-таки там есть армия. То есть мы уже встаем на уровень гражданской войны. Гражданская война у нас уже была, кто не помнит, ну, посмотрите, что там было, как брат брата резал, посмотрите, что там происходило, потом какие последствия были, какие были репрессии, да, как вы очищали кого-то, кто где-то там потом мемуары писал из Франции или из Китая о том, как жилось, ну, и так далее, и тому подобное. Ладно, представим, гражданской войны нет, хотя мне очень трудно представить это. Ну, тогда обратим внимание, с чего начинались все украинские события и что сейчас там происходит. Что, там народ стал жить лучше? Нет. Может быть, там раскола страны нет? Может быть, там сейчас инфляции нет? Может быть, долгов сейчас нет? Может быть, там все замечательно и хорошо? Да нет, мы видим, что там ситуация усугубляется, усугубляется и усугубляется. Все люди, которые, мои знакомые, на Украине живут, они в один голос говорят, что хреновато становится, ребята, хреновато. и здесь хреновато, но там еще хреноватей. Я так что нисколько не исключаю и такого формата развития, когда тем, кто хочет изменить, скажем так, одних руководителей на других, хочется не гражданской войны, а хочется просто мутной водички, в которой можно поворовать. Страна России, это побольше Украины, здесь есть, где разгуляться. Ну, типа, посидели одни, дайте теперь нам погулять. Вот из этой серии. Даже не в этом дело. Мне плевать на их кошельки, плевать там на их какие-то там эти взгляды. Меня интересует другое. Вот народ, который в других странах, даже Украину трогать не будем. Не будем трогать, потому что здесь много противоречий может быть, чтобы никого не обижать. Возьмем Ливию, возьмем Афганистан и другие страны. Вот скажите, в Ливии что там, так плохо жилось? Неужели там было намного хуже, чем сейчас в России или в какой-нибудь европейской стране? Ну, внимательно разобраться, так нет, там чуть ли не коммунизм был. Там каждый был при деле, у каждого было жилье, причем бесплатное, у каждого был достаток, ну и так далее, там подобное. Но где сейчас они? Эти ребята сейчас сидят в пыльных каких-то там разбитых лачугах, верблюдов там уже у них не хватает. Не то, что каких-то денег на нормальное проживание. И они ломанулись куда? Они ломанулись в Европу. Так, друзья мои, может быть, проблема-то не в том, чтобы поднять народ, чтобы решить проблему народа, а проблема-то заключается в осознанности народа. Вот, возвращаясь к вот этим всем перипетиям там и так далее, судам, которые сейчас там раскручиваются, опять же, мне это особо не интересует, потому что у меня совершенно свой взгляд на эту жизнь. Если вдруг кого-то скинуть сейчас, кто займёт его место? Что, кто-то из того народа, который вышел на улицы? Нет, займут место те, которые крутятся вокруг того, кто громче всех кричит. Вопрос, ну, не будет ли это выглядеть, как смена шил на мыло? Причём, я ни за кого не агитирую. Я не на той стороне, не на сей стороне. У меня более простой взгляд на жизнь. Ну, я просто вот так представляю, чисто гипотетически. Дальше, а народ, тот, который вот вытащил, поднял, нового царя поставил. Дальше, что, ситуация резко улучшилась? Ведь те, которые стоят наверху, ну, они, наверное, имеют какие-то обязательства перед кем-то. Ты же произнёс фразу, что базы стоят очень дорого. Вопрос, кто эти базы купил? Вопрос, а кто спонсировал оргтехнику, коммуникации, связь и много-много другое? Я не хочу, я никого не хочу обвинить в коррупции, я никого не хочу сказать, что это воровские деньги. Нет. Меня не интересует, куда деньги взялись. Меня интересует, кто эти деньги дал и какие цели он преследует. И не окажется ли так, что народ, приведя кого-то к власти, вдруг через лет пять увидит, что тот, кого он привёл, в общем-то, не тот, кого он хотел привести к власти. Так может быть, начинать с другого, может начинать с самоосознания, может начинать с того понимания, кто ты на этой земле, как тебе следует жить, принципы жизни, те, которые наши древние, которые по роду, по генетике нам близки. Может быть, с этого начать. И вот тогда, когда у тебя уже и ты, и сосед, и семья твоя, и окружающие люди, здравомыслящие, понимающие, что к чему, знающие, как делались исторические какие-то шаги, действия, кто приводил, на какие деньги, может быть, тогда через систему самоуправления и выбранности просто-напросто будет всё решено очень просто, без потрясений, без войны. У нас сейчас много всяких партий, различных организаций, но так или иначе они все кем-то, слово такое дурацкое, ангажированы, а не кем-то спонсируются. Кто-то из-за рубежа, кто-то прям так в открытую, внутри стран. Ну и что дальше? Это, на мой взгляд, какая-то такая игрушка идёт, отведение пара от народа. Вышли, покричали, пошумели, там дальше наверху они между собой поговорили, кто-то там пальчиком пригрозил, кто-то кому-то сказал «молодец, так и дальше продолжай, надо создавать, может быть, такой эффект недовольства для определённых целей». Не будем сейчас в этом углубляться. Но суть в том, что шахматная партия продолжается, а вы, только наблюдатели, вы можете покричать фамилию одного шахматиста или другого, но в лучшем случае вы можете шахматные фигурки подержать. В лучшем случае, и то не уверен. А так вообще увидите всё по телевизору, кто придёт. И если выборы будут проводиться, ну давайте просто так вот, опять же, чисто гипотетически представим себе. Хорошо. Те, кто сверху увидели, что народ недоволен и объявляют досрочные выборы. Ну может такое быть? Ну в принципе да, почему нет? Ну и хорошо. Но выборы-то по чьим правилам будут проводиться? По какому формату? Они будут проводиться по тому же формату, который известен во всей Европе. Ведь мы же демократическая страна. И значит мы должны придерживаться демократических принципов бытия, а значит и выборов. А выборы у нас какие? Анонимные. Что это означает? Что вам даёт некую бумажку, на которой нет ни номера порядкового, ни вашей подписи, ни печати. Ну печати там может быть этого избиркома там, да, но печати вашей личной тоже нет. Ну никаких опознавательных данных, кроме как галочки, которую ручку вам там выдали и которую принесли. Что дальше происходит с этим бюллетенем? Он отправляется в урну. Как я уже неоднократно говорил, хорошее дело урной не назовут. Так вот, направился туда, вы счастливы и довольны идёте, перед телевизором садитесь, подёргивая ногами, сидя на диване, смотрите, ну как там, как там вашего кандидата выбрали, не выбрали, какая партия-то прошла. Вот это получше или похуже для вас, как вы считаете. Хотя получше или похуже, всё условно, потому что, мне кажется, там это правый или левый карман одного пиджака. Ладненько. Но вы же не знаете, что с вашим бюллетенем происходит. Вполне возможно, кому-то он не понравился. Вполне возможно, что кто-то поставил ещё одну галочку, потому что не в том месте стоит. Ваш бюллетень стал недействительным. Кто-то просто его взял и разорвал, и выкинул. Кому-то вдруг в туалет захотелось, и ваш бюллетень под рукой оказался. Да мало ли что. Вы не можете доказать, за кого вы голосовали. Это не являются выборами. Это называется видимость выборов. Выборы — это когда вы приходите, во-первых, знаете, за кого вы голосуете, а не за тех, кого вам представили. Ну это ладно, это другой разговор. Так вот, выборы открытые, когда вам даётся бумажечка, не одна, а в трёх экземплярах. Первый остаётся у вас, второй идёт в избирком, третий идёт в какой-то фонд. Но все бумажечки имеют индивидуальный номер. Дальше ваша фамилия, имя, отчество, фамилия, имя, отчество председателя или того, кто выдал, а лучше того и другого. Стоят на всех трёх бумажечках печати. Вы с радостным сердцем ставите галочки на трёх бумажечках одинаковые, его проверяют, что да, бумажечки одинаково заполнены. И дальше вы бросаете в урну, второй вы отдаёте там куда-то ещё или посылаете куда-то ещё. И после этого у вас, когда на руках бумага, вы можете обратиться, если вдруг недовольны выборами, и сказать, а проверьте, пожалуйста, есть ли в избиркоме бумажечка вот такого формата, вот две галочки стоят вот против этого кандидата. Номер бумажечки вот такой-то, фамилия вот такая-то, а я такой-то, такой-то. И там проверяют, ой, вы знаете, в вашей бумажечке не нашлось. Или нет, такой номер есть, но фамилия другая или как-то там написано неразборчиво и галочка в другом месте. И вот тогда вы поднимаете и это уже заявление в суд о нарушении ваших конституционных прав гражданина. Вот понимаете, как всё просто, да? Казалось бы, но если я допропорядочный гражданин, что мне скрывать? Ну я же не призываю к тому, чтобы какую-то запрещённую организацию суда призвать или чтобы Барака Обама, упаси Господи, там, да, как говорится в одной из конфессий на Руси, призвать суда. Ник Ночи сказано тёмненького на тёмненькое, да? Вот. Я же не за это. Я за Россию, я за Русь, я за славянский наш мир, я за русский мир. Я хочу, чтобы наши дети жили счастливы. Ну хотя бы в своей стране, где сейчас я гражданин, я хочу разобраться. Почему кто-то имеет право нарушить мои права на открытость? Я ничего не стесняюсь. Я готов к своей фамилии, имя, отчество, там, паспортные данные в открытую. Но они заносят свои паспортные данные только в книжечку, что мне выдали бюллетень, а на самом бюллетене ничего нету. Ребятушки, это фикция. Я с таким же, с такой же радостью могу сходить в какой-нибудь магазин и купить там туалетную бумагу. Она примерно того же будет формата. Качество другое, да, там ничего не написано, может быть, или написано не то, что на бюллетене. Но это то же самое. То же самое по своей сути. Она так же избирательна, она так же избирает и примерно туда же опускается. В такого же плана урна, и потом вы её никогда не видите. Вот и всё. Это моё личное мнение. Хотите в это? Верьте в такой вариант возможный. Хотите, не верьте. Но когда оппозиционер, добивавшийся перевыборов, увидит, что результат тот же самый, а тут несколько миллионов стояли под окнами и кричали «Шайбу, шайбу!» и у кого-то там на самом деле концы с концами не сводятся, и покушать нечего, и детей покормить, а ему потом с голубых экранов совершенно вот такие красивые дикторы говорят, а вы знаете, победили, всё равно вот лидеры победили, вот эти все оппозиционеры, они были неправы. Ну и что будет дальше? А вот дальше ещё будет раскол большей силы, потому что здесь уже ярость включится. Ну как же, нас тут облопашивают на полном месте, ровном месте и по полной программе. Вот и всё. Так что невозможно изменение ситуации до тех пор, пока элементарно нарушаются права граждан на избирательность, на то, что кого-то выбрать. Вот до тех пор, пока вот эта вся система существует анонимного голосования, придуманного кем-то для каких-то целей, ни о каком изменении вот так вот, чтобы прийти поголосовать, невозможно. Значит, ребятушки, нужен какой-то другой способ изменения. Митинги тоже ничего не дадут в данном случае, потому что в ход пойдут дубинки, в ход пойдут автозаки, в ход пойдут там, которые судят, выносят там колонии кем-то пополнится, штрафами казна пополнится, да мало ли чем. И потом, даже если вы добьётесь выборов, перевыборов, то это будет вот то, что я сказал. А если вы не добьётесь выборов, то будет гражданская война. И тот, и другой, третий вариант, они нам особо-то не нужны. Поэтому как? Ну что делать-то? А делать всё просто. Когда вы становитесь мудрее, когда вы становитесь хозяином на земле, и таких хозяев вокруг вас много, то тогда тех мерзавцев, которых говорил Вадим, как-то во власти становится меньше. Они просто там не удерживаются. Они просто там не усидят. А те, кто за Россию радеет, такие тоже есть во власти, таких людей знаю, которым тяжело сейчас, которых выживают. они просто-напросто опираются на вас, и всё будет хорошо. Поэтому у нас не так много, в общем-то, вариантов или добиваться изменения голосования и через это что-то менять, либо ещё более сложный, но более верный способ. Это изменение себя, изменение окружающих, разъяснение, растолкование и спокойное применение, кстати, спокойный подход к изменению, применение, кстати, тех конституционных прав, которые есть, несмотря на то, что Конституция гнилая, но там многое прописано, мы просто-напросто всё меняем. Как? А это будет тема другой передачи. Думаю, как-нибудь в субботу у нас будет передача, посвящённая этому вопросу. Вот такой анонс долгий, извините. Продолжаем вопросы читать. Алексей, ещё добавить можно? Уж тема так затронута. Добавляйте. Добавляйте. Абсолютно вы правильно всё сказали, но просто вот подкидываю служителям ещё такую идею. Вот смотрите. Наблюдая за тем, что происходит в стране, можно сделать два вывода. Либо первое лицо потеряло управление и контроль над ситуацией на местах, либо это сознательное допущение разгула коррупции и беззакония. Для чего? Чтобы спровоцировать именно выступление граждан. Для чего? А дальше вступает в действие диктатура введения диктатуры демократии. Это как раз вот та функция, для которой создана Российская Гвардия. Две армии целых. 150 тысяч человек, вооружённых по последнему слову техники. То есть чрезвычайное положение называется, да? И вы имеете это в виду, потому что вот те интрижки, которые любили присти ребята один раз уже страну проворонившие, они и сейчас могут их ввести. То есть вот заделана такая комбинация. Двух ходовочка. А почему она не может быть? Вот просто задумайтесь. То есть хорошо, ты вывел народ на митинг, это всё замечательно. Дальше программа у тебя есть. Кого ты? Себя видишь в президентах? Ну я сразу скажу вот как по человеку. У него слабая воля. Это видно из положения его спины. Она у него колесом. Иосиф Виссарионов Сталин в этом отношении имел прямую спину. Вообще спина это сейчас опять Алексей извиняюсь перескакивает. Это метафизика. Что такое позвоночник? Маленькая короткая лекция. Это волновод, через который идут все информационные потоки, через которые осуществляется связь трёхмерного тела человека через чакральную систему в том числе между мирами. То есть третье измерение с четвёртым. вот. И если у вас позвоночник имеет серьёзные искривления, то значит у вас слабая воля однозначно. У вас поток проходит не так как надо. И большинство болезней, связанных с опорно-двигательным аппаратом, с мочеполовой сферой и так далее, проистекают именно из-за этого. Но это как бы короткий анонс того, о чём я буду писать в третьей книжке, как это исправить. Есть специальная методика, достаточно примитивная, её надо делать просто каждый день на 20 минут, связанная со столбовой работой и с вибрационной гимнастикой именно позвоночного столба. Но сейчас суть разговор-то не об этом. Так вот, почему я ратую за то, чтобы военное сословие входило в управление страной активно и шло во власть и в политику. Причём я считаю так, что это должна быть единственная партия. объясняют, кто такие вот эти все ребята мутные, которые принимают законы. Вы же поймите одну простую вещь, что группа неизвестных лиц принимает закон, а другая группа неизвестных лиц этот закон корректирует. Причём большинство законов составлены таким образом, что они собой представляют декларацию без конкретно прописанных правил. Что такое закон? Это правила игры. Если там правила не дописаны, то это просто декларативная норма, которую не может применить суд в том числе. Почему? А там не ответственность не предусмотрена. Вот я когда штудировал законы о коррупции, там одни общие фразы, но нет ответственности. Написана она в соответствии с уголовным кодексом, происходит, а там этих статей тоже особо нет. То есть вот нет механизма ответственности чиновника, он не прописан. А законов принято у нас много, да, и они вроде как есть, но не работают. Почему? Пока не будут изменены все правила игры, вы не сможете победить у шулера, играя на его правила. Есть очень простые способы это все дело изменить. Шулеру дают по шапке и устанавливают честные правила игры, понятные абсолютно всем. Вот и все. Как бы еще раз, почему военное сословие? Человек идет служить. Вообще идут служить далеко не все, а как бы тот, кто на это заточен ну по жизни, скажем так. И недалеко не все выдерживают эту систему, потому что как бы молодой офицер, окончивший училище, не может принимать участие в управлении государством. Он должен как минимум лет 10 послужить. За это время он проходит своеобразную проверку, то есть на него составляется представление военный человек на виду, в отличие вот от этих мутных, которые там пришли, кто с зоны, кто откуда-то еще и кричат, что они все за народ выступают. А что ты сделал для народа? Вот военное сословие для народа делает, оно на переднем крае обороны стоит. А вот эти все ребята не делают ничего. Ведь многие идут туда для чего? Решать свои личные вопросы. Я, например, против партийной системы по одной простой причине партии были придуманы для имитации представительства народа. Об этом говорят сионские протоколы. Читайте, учитесь у нашего противника. Он там все четко, объективно, предельно ясно описал. Другое дело работа общественников. Вот кто такой общественник? Это человек, которому вообще не надо платить. Ну вот он радеет за интересы народа, нужно создать ему условия. И он будет работать бесплатно. Вот почему у нас в советское время были хорошие артисты. Много. Они работали за копейки. Туда шли только талантливые люди, которые имели к этому предрасположенность. Это были цельные достаточно люди, потому что вот так вживаться в образ, как они вживаются, ну извините, это надо быть самому человеком и чувствовать других людей. Характер, душу и так далее. Вот эти, которые сейчас идут туда за баблом, и это вот очередная подгруппа социальных паразитов. Почему раньше футболисты, хоккеисты играли и выигрывали? Они заработали на зарплату. Когда этот негодяй стал получать по миллиону долларов, я говорю, Федор Емельяненко меньше получает. Так Федор Емельяненко, извините, это лицо страны, которое по лицу получало в том числе, получает меньше, чем какой-то колченогий идиот, который кривоногий, который по воротам и по мячу попасть не может. Вот и все. Я просто к тому, что их очень много развелось. И они вами манипулируют. И они манипулируют по-разному. Пока вы не научитесь осознанно относиться ко всему, что происходит, вот что такое? Война ведь она пробуждает в том числе в человеке осознанность. Почему я постоянно повторяю? Война, война. Человек на войне мобилизуется. Если он не мобилизуется, его убивают. То есть там может погибнуть и мобилизованный осторожный. Но это уже дело судьбы. Но шансы у осторожного и тот, который ситуацию отслеживает, повышаются по сравнению с тем, кто идет раздянув в рот и наступает на мину противопехотную и так далее. Ну вот собственно дополнение к реплике. Ну а все. Понятно. Понятно. Хорошее дополнение. Да, я не исключаю того, что я говорю, там шахматная игра идет. И поэтому кем кто-то может быть нанят, причем не обязательно это может быть нанят, например, главный представитель оппозиции. Это могут быть его окружения наняты. Это может быть кто-то нанят, кто, например, имеет какие-то рычаги влияния. Или денежные, или средства массовой информации, или что-то еще. На него возложено что-то, вот он исполняет. Но при этом он является своим игроком в чужой команде, например, или чужим игроком в своей команде. Поэтому здесь многоходовка может быть, или двухходовка, или трехходовка, так, ну, политика, это дело грязное. Здесь как развернешь, так оно и будет. В данном случае народ, я вижу, что он на самом деле доведен уже в некоторых случаях до очень неприятных ассоциаций. И кроме матерных слов обычно он ничего же другого не произносит. Очень много людей сейчас теряет зарплаты, кто-то теряет работу вообще, рушится, малый бизнес. Сколько людей я не озваниваю, как дела? Все один к одному. Вот все у нас хорошо, и рекламу мы даем, и вот готовы работать, но стоим, мы стоим, у нас заказов нет, просто нет заказов. Почему? Люди выживают, им продукты и так далее. Сюда идут деньги, какие-то там серьезные дела, модернизации предприятия, еще чего-то. Да бог с вами, зачем здесь что-то покупать? Вон там есть Китай, туда едем, там все покупаем. Причем люди прекрасно понимают, что Китай это самый-самый плохой способ решения проблемы по многим вопросам. И с точки зрения качества, вам сначала оптовую партию дают, первую партию дают в хорошем качестве, чтобы вы в это поверили, ну когда вы приезжаете, проверяете, как предприятие работает и так далее, приезжаете, эту партию привозите, ваши заказчики соглашаются на это, и они начинают вас покупать. Вот то есть вы как простой перекупщик, ничего же не производите, ваше предприятие стоит. то есть в России все, вот в данном случае, в таком случае все останавливается. И заказы идут вместе с валютой, а там валюта, а валюта, это нам приходится отдавать свои ресурсы, чтобы купить фантики, ресурсы отдать, в том числе и золото, и все остальное. Это все идет туда, в Китай и их хозяевам. Но потом-то происходит что? Ваши покупатели начинают у вас это дело заказывать, потому что они распробовали качество. И вот тут начинается подвох. Братья-китайцы, они не такие простые. Они вам первую хорошую партию в убыток себе продали не для того, чтобы потом такое же хорошее качество поставлять. У них есть куча смежных предприятий, которые на коленках производят примерно то же самое. Корпус будет один в один, то есть корпуса они будут делать вот вообще не придерешься. Но внутренние запчасти, железочки и прочее уже будут другие. Конденсаторы будут там не те, платы будут спаяны не так, какие-то там железо будет не жесткое, а мягкое, которое будет гнуться и так далее и тому подобное. И потом вдруг вы начинаете получать нарекания. Вторая партия разошлась и возврат, брак пошел. А китайцы руками разводят. Ну как так? Ну вы же получали партию, нареканий-то не было, все нормально, хорошо. И еще один у нас убыток полетел. А все, что было вагонами доставлено, увеличило количество наших помоек. Наши помойки резко выросли. А поскольку помойки воняют, отравляют нашу землю. Люди, кое-кто это понимает, и они недовольны ситуацией, они вынуждены там в Китае сидеть просто-напросто и перекупать, следить, чтобы каждая гаечка была на месте. То есть это вот бред какой-то. Вместо того, чтобы здесь это сделать, за каждой гаечкой следить, они там в Китае следят, они там улучшают предприятие, они там ОТК делают. Доходит до абсурда полного. Но это правда жизни. А те, которые пытаются здесь так называемым патриоты, которые здесь пытаются что-то делать, их давят налогами, их давят санкциями, к ним проверки приходят. Проверки не просто так, а приходят с раскрытым карманом. Проверяющий Иванов, четверо детей, например, зарплата 30 тысяч официальная. Будьте любезны, покажите ваши документы, ну и так далее. То есть вместо того, казалось бы, чтобы дать возможность нашим предпринимателям производить свой товар, а у нас есть всё. Мы самая богатая страна в мире. Количество населения у нас очень мало. Мы не зажаты. У нас есть и вода, и воздух, и минералы, и железо, и нефть. Всё у нас есть. И леса ещё есть. В других странах этого ничего нет. Но почему-то мы как бомжи продаём последнее. Ну продадим последнее, дальше чего. Поэтому что там наверху происходит? Как это? В чьих целях? Кто там на чьей стороне играет? Пятая колонна, шестая колонна, седьмая или десятая? Или, может быть, что-то не то у тех, кого из друзей призвали. Я не берусь сейчас судить. Я смотрю вот факты, которые есть. Сейчас один в один заявляют. Всё хуже и хуже и хуже. Держится только то, что продаёт водку, пиво, и то, что продаёт какую-то бытовую технику, самую-самую дешёвую китайскую, или жиротву отравленную. Вот что подешевле, то её и продаёт. Так что меня не удивляет, что, возможно, разные могут быть варианты. Как подыгрывание властям, так и составление какой-то ситуации для гражданской войны. Для того, чтобы закрутить гайки, или для того, чтобы открутить гайки и всю сволоту выпустить, как там в 17-18 году, когда была полная амнистия, и они вырвались и начали тут всех резать. Они же потом работали и в нижних группах ЧК, и в суды их брали, и расстрельные команды из них состояли. Так что какие бы у вас не были светлые мысли, до тех пор, пока вы не предполагаете возможные варианты, и не понимаете, вот тут уместно слово, метафизику цивилизационной власти и работы банковского сектора, вы так и будете всё время ребятами с такими красивыми загнутыми рожками и с красивой волнистой шерстью, которых вводят из одного стойла в другое, только с одной целью, чтобы вы в этом стойле закрепились, и потом вас можно было постричь, а может быть, ещё и прирезать, когда совсем станет холодно. Вот и всё. Понимать необходимо, что происходит, по каким правилам, и кто за этим может стоять. И вы будете удивлены, когда увидите, что очень часто за этим, за всем стоят одни и те же. Одни и те же, которые из одного параллел кармана дают те, кто справа, а из левого дают те, кто слева, для того, чтобы потом им в карманы вернули в два раза больше на вас же, верующих или правому, или левому. Вот и всё. Ну что, идём дальше? Да, ходят они обладнуть на голову. Ну, сейчас ещё это... Коротенько. Вот опять-то всё туда. Вот опять-то всё туда. Нет, подождали. Про метафизику банковского сектора. Значит, вот такой пример. Пасть пять. Государство — тело человека. Деньги — это кровь экономики. Значит, сердце у человека одно, и кровь перекачивает оно. А получается так. У нас банковская система построена таким образом, что перекачивает её энное количество сердец, причём частью этих сердец управляют люди из-за границы. Если вы прочитаете книжку Генри Форда о том, кто устраивал кризисы во все времена, ну, вы тогда поймёте мою предыдущую реплику. А ничего не изменилось в банковской сфере. Значит, банки в России устроены по такой сфере, что они паразитируют, раздавая вам кредиты, собственно говоря, за счёт тех денег, которые вы в этот банк принесли на хранение. Это иудейская практика, извините, об этом писал Генри Форда. В этом парадокс состоит этой всей системы. Есть другая система, но у нас её выводить не хотят. РПЦ одно время пыталась, ссылаясь на ислам. Там банки в кредит деньги не дают, это запрещено строжаще, это грехом считается. А здесь у нас, пожалуйста, 500% годовых с граждан 10 шкур будем драть. Пошление института коллекторов. Ну, нет более гадкой категории людей, которые вот это вот совершают, идут и бьют граждан за то, что они по своей дурости, незнанию влезли в то, что им подсунули, где оно написано мелким почерком, где невозможно прочитать. Ну, вот как-то такая ремарка. Пока банковская система не будет управляться сверху жёстко одним человеком, который подчиняется верховному правителю, ничего в этом секторе не изменится. И в стране тоже. Ну, всё, Алексей. Если уж ты вот так вот раскрываешь банковскую сферу, ещё буквально 5 минут этому можно посвятить, есть так называемые национальные государства. И эти государства никогда не позволят кому-то взять и в частном порядке создать банк. Все банки в национальном государстве национальные. То есть каждый банк, а их там немного, по сути, это один и тот же банк, или получивший национальную лицензию, но там очень хитро всё, он обязан играть по правилам, которые ему государство определяет, а государство из той самой нации. Так вот, этот банк обязан давать деньги тем, кто живёт в этом государстве, этой национальности, по такие или смешные проценты, или беспроцентно, чтобы государство развивалось. А государство может развиваться, когда люди занимаются каким-то делом. Если существует определённый процент долговой, о чём написано было не только у Форда или Карла Маркса, а ещё и написано в некоторых так называемых священных книгах под названием Тора или Ветхий Завет, то там указано, что надо делать, входя в другие царства, государства и через что управлять народами. Так вот, национальное государство от того и национальное, что и всё, что хранится в земле, принадлежит народу, то есть нации, которая создаёт это национальное государство, либо банки и денежная система тоже должны принадлежать этой нации, то есть государству. И вот тогда мы видим, что всё по-честному. Никаких уводов вправо, влево, высоких процентов быть не может, потому что есть определённые понятия. Национальная безопасность. То есть нельзя армию в частные руки передавать, нельзя в частные руки передавать все производства, которые занимаются обеспечением армии, нельзя в частные руки передавать всё, что касается переработки, хранения, продажи государственной собственности и того, что в земле находится, то есть ресурсов государства, а также нельзя в руки давать всё, частным имеется в виду, частным лицам в руки, всё, что связано с финансами, той валютой, которая внутри этого государства присутствует. Это очень простой и, на мой взгляд, такой тезис, который должен быть понятен пионеру, что ли. Если ты в этом государстве живёшь, то в этом случае основные, основополагающие основы жизни, вот такая вот автология, ну так или иначе, основы жизни должны принадлежать народу, должны трудиться, работать, обеспечивать народ, но не частных лиц. Да, частный сектор обязательно нужен, то есть предприниматели нужны, но это всего лишь навсего сферы обслуживания, это промыслы какие-то небольшие, это дела те, которые там, обеспечение человека, например, чем-то. Это можно и даже нужно, потому что люди должны как-то развиваться, и предпринимательство, оно такая интересная штука, что оно не даёт скучать людям, да? Но не более того, всё, что связано с жизнеобеспечением царства-государства, должно находиться у этого царства-государства, от начальной добычи полезных ископаемых до финансов, которые позволяют это всё содержать правильно, давать людям, если это необходимо, для каких-то целей, без процента, например, или каким-то предприятиям, которые служат на благо державы, на благо государства, царства. Это очень всё просто. Так что и до тех пор, пока у нас есть высокие проценты, я не поверю, что у нас какие-то банки якобы являются государственными, или какие-то там министерства до конца являются государственными, или какие-то предприятия добывающие тоже являются государственными. Это, скорее всего, игра, которая, да, хорошо, хорошая игра, красивая, наше там достояние или что-то ещё. Но так ли это на самом деле? Я думаю, что мы теряем очень большие суммы, когда играем в такие игры, потому что в конечном итоге национальное государство никогда, по большому счёту, не нуждается в инвестициях из-за рубежа. В национальном государстве всё на месте, всё есть, тем более в таком, как в России. У нас есть всё. Даже если случится, что нас обнесут железным занавесом высотой в километр и запретят куда-то вылетать и что-то там делать или приобретать, уверяю вас, через год здесь будут построены нужные предприятия, которые будут производить нужную продукцию, будет самое обеспеченное по продуктам питание. Да, в первые два года тяжеловато будет. Может быть, даже там военный коммунизм какой-то или что-то ещё придётся предпринимать, но это будет. А через 3-4 года вы увидите, ёлый-палый, какой там Китай? Китай вообще это детский лепет. Какая там Америка, какая там Англия или кто-то ещё. Это всё детский лепет, это всё глупости. Поэтому проблема в том, что люди или не умеют управлять, или не знают, как управлять, а может быть и не знают, и не умеют, или не хотят. А поэтому вот эти многоходовочки предпринимаются. Но есть, правда, там ещё одна интересная многоходовка, которую сейчас я обзучивать не буду, но которая для нас закончится очень успешно. Если на самом деле это та самая многоходовка, которую я подозреваю, что она сейчас раскручивается. Она будет уникальна, если она будет проведена, то через лет пять Россия будет самая процветающая страна в мире. Ну ладно, идём дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Существующего государства невозможно представить безмощной самодостаточной экономики. Какая экономическая модель развития, а не деградации, как сейчас, на той взгляд, приемлема для русского государства? Благодарю. А вот мы уже сейчас с Алексеем на этот вопрос заранее ответили практически. Алексей, я с тобой на 200% согласен. Наши мысли совпадают. Ну то есть это смешанная система, в которой государство занимается, точнее так, люди, отвечающие за работу в государственном секторе, отвечают за вот эти макропредприятия, а весь сектор обслуживания, ну я бы только ещё добавил так, да, обязательно, образование только под управлением государства. Частное образование — это шаг к деградации. Видел я постольку, поскольку по одной из профессий педагог, во что превращаются дети в этих частных школах. Ну, скажем так, выпускник этой частной школы, который шёл в третий класс, не знал того, что знает первоклассник в обычной школе. Ну, по крайней мере, в том городе, где я проживаю. Ну, это так, ремарка. Так вот, в частный сектор можно было бы передавать все предприятия аграрного сектора, в том числе даже производящие предприятия, если предприниматель это сможет осилить. Ну, есть вот изобретатели, которые могут, светлые головы. Значит, даже часть оружейного сектора, ну вот, я за этим делом, как бы, подслеживаю, вот Лобаев, по-моему, или Лобанов, Лобаев, снайперские винтовки. Ну, классно работает человек в своем репертуаре. Ну, то есть, ему это нравится, у него получается. Почему нет? Почему закрывать это надо? Иногда единица делает больше, чем научный коллектив. Поверьте, я таких людей знаю. Другое дело, что им денег никто не дает. Вот эта проблема... У нас очень много светлых голов, которые глушить начали еще в 70-е годы. Причем иногда глушили сознательно. Такие дела. Поэтому это только смешанный сектор, но государство, вернее, верховный правитель, первое лицо, никогда не должно упускать из-под своего контроля, либо его первый заместитель, значит, не должно никогда выпускать из-под своего контроля, как этот сектор функционирует. Не частный, а государственный. В СССР была такая структура, как Госплан. Госплан — это аналог генерального штаба. Ну, в СССР он иногда занимался идиотскими мероприятиями, ну, не буду говорить, почему. Там разные лица присутствовали. Разных национальностей и так далее. Возможно, поэтому они придумывали такие проекты, как «Поворот рек» и так далее. Но в целом, если брать за аналогию, проводить за аналогию с генеральным штабом, то вот планировщики должны сидеть там и учитывать заодно, как развивается частный сектор. Допустим, должна быть такая вещь, как, ну, это будет по-честному, вот сейчас пенсионная реформа, это, по сути дела, пирамида, которая всех граждан кинет. Значит, все очень просто, люди уже неоднократно считали, сколько он денег будет получать по пенсии и сколько он бы получал, откладывая эти деньги в банк. Получается так, что если бы он откладывал эти деньги в банк, там, за 20 лет и процент бы не упал, то человек получал бы, там, допустим, 30 тысяч, а откладывая эту же сумму в пенсионный фонд, он будет получать пенсию в 5 тысяч. Вот всего-навсего. То есть, куда идут деньги? Да в эту пирамиду, которая их тратит налево и направо. Так вот, можно было бы ввести очень простую вещь по-честному. Не хочешь платить налог в пенсионный фонд? Да не надо. Но на пенсию не претендуешь. Подписал соответствующую бумагу, допустим, ты частник, ты понимаешь, что у тебя свой бизнес. Это по-честному. Ты уступил место другому. Налог определенный платишь, а это нет. И государство бы от этого не обеднело. Правильно выстроенная финансовая система, она как бы все эти вопросы снимает, но она снимает и часть социальной нагрузки. Вот и все. Я, допустим, вот смотрите, если правильно так вот оценивать результат работы вот этих всех, которые социальные паразиты, вот результат оценки их труда. Нулевой, даже отрицательный для страны. А они все хорошие пенсии будут получать. И вот те номенклатурщики, которые страну развалили, они получают очень хорошие пенсии. А с какого они их получают? Они развалили страну. Они вообще не должны пенсию получать, но получают. Ну, пока вот эта система функционирует, ну, мы не будем жить хорошо. Потому что все перевернуто с ног на голову. Оно противоречит принципам славян, у которых как бы все было выстроено таким образом, что если ты ничего не сделал, ты ничего не получаешь. законы русской правды. Почитайте русскую правду, там как бы достаточно хорошо все взаимоотношения регламентированы. Точно так же, как в славянских ведах и так далее. Ну, как бы все, ответя на вопрос. В принципе, мы на него ответили. Ну, как бы все, да. Я просто так еще в заключение. Если бы, например, мне дали возможность провести так называемую реформу власти для того, чтобы негодяев убрать, то это, так скажу, чтобы не накрутить. Подготовка заняла бы у меня где-то месяца три. Вот, проведение ее прошло бы по всей России в один день. Причем, ни один бы мерзавец отсюда не ушел. они бы отвечали по полной программе где, чего и как. Вот, и дальше все бы было хорошо. Причем, не было бы никакого там расстрелов, не было вот этих вот черных воронков каких-то. Все это было бы очень здорово, очень просто. И люди бы рассказали прекрасно, как они занимались этими всеми черными делами, кто их спонсировал. Причем, рассказали с радостью, без нажима, без выбитых зубов, там, вырванных глаз и щек и ноздрей. Это происходило по тем же принципам, по которым они сейчас живут. Они бы первые стали в очередь сдавать своего покровителя или соседа, который вместе с ними воровал. И просто-напросто это все прошло очень быстро. И ни один бы член семьи у них не уехал бы за границу, чтобы там, ну, как сказать, не получилось так, что крысы убежали с корабля. Дополнение, Алексей, вот у нас взгляды совпадают, значит, а для тех, кто убежал, земля-то круглая, организуется такой отряд, какой был Осио Виссарионович, я бы его назвал отряд имени Рамона Меркадера. Отряд имени Ледоруба. Можно Ледоруба. И с ними бы плотно работали бы ребята из определенных структур, вот там, в условиях враждебного окружения, ну, дело в том, что вы, ребят, поймите, они все трусы, вот у них все воровство на поверхности, там нет никаких хитрых схем, оно все лежит, это нужна просто направленная воля и работа нормальных следователей всего-навсего. И неуклонное исполнение справедливого наказания в отношении всех врагов народа. Я сейчас не боюсь этот термин применять, они вредители и враги народа, социальные паразиты. Ну, как-то все. Поехали дальше. Ингварь, вопрос эфир. Я так много разных людей слышу, различные ахайвы невласти, никого хорошего там нет, все не так, все не то, каждый лучше всех знает, как все устроить. Только вот никто не предполагает конкретного плана, как построить эту идеальную державу, учитывая, что сейчас совсем другая система. Максимум, что я слышу, власть надо сносить, а это революция, кровь и прочие радости. Так что делать-то, если все болтуны не способны предложить эволюционный путь. Договариваться, менять систему поступенно изнутри, освобождая бастион за бастионом, на это никто не соглашается. Только порушить, а там разберемся. Заметьте, борцы с системой всегда очень хорошо используются самой системой. Победивший дракон сам становится драконом. Нельзя в современном мире взять и сразу начать жить вне политики. Дуальное мышление порушит любые начинания. Отвечай. Отвечаю. Значит, ну, только что, вот тут мы уже полтора часа говорим о том, как нам реорганизовать раб-кринт, и о том, что должно в стране быть изменено. Вот, ну, как бы есть наработки, как это все изменить. К сожалению, некоторые моменты из этих наработок невозможно озвучить в эфире, потому что, ну, будут предъявлены определенные обвинения. Если вы думаете, кто-то по наивности, что кто-то отдаст власть силой, вы ошибаетесь. Почему? Потому что у них власть это способ заработать деньги, эксплуатируя народное достояние. Кто вам отдаст свой бизнес? Ну, вот скажите, да никто. Для них вот это, это способ заработать бешеные деньги, ни за что не отвечая. Кто из них захочет отвечать, да не в крови утопят полстраны, чтобы не отвечать ни за что. Вы оторваны, к сожалению, от реальности и идеализируете человека. Как бы эволюционный путь, ну, до первых слова эволюция я не люблю. Почему? А оно ничего не обозначает. Эволюция в переводе с латинского обозначает развертывание. Когда говорят эволюция человека, произнесите это по-русски, развертывание человека. Вам всё понятно? Нет. Эволюция видов, развертывание видов. Вот эволюция вроде как звучит, а развертывание вызывает ряд вопросов. Так вот, ещё раз мы с Алексеем этот вопрос затрагивали, пока люди не станут осознанными или имеют иметь такой потенциал осознанности и иметь определённые информационные маяки, на которые они будут ориентироваться. Ничего, никаких изменений не произойдёт. Но как вы это сделаете, когда тотально сформирована среда потребления информационная? Либо вы уберёте всю эту систему, взяв контроль над средствами информации, то есть нужно отсеивать вот этих всех идиотов, убрать всю рекламу, однозначно. В каком плане её нужно загнать на каналы, где, допустим, информационно-технический канал. Заходишь и смотришь, предприятие рассказывает тебе не о том, какой там крем хороший, как оно производит, разъясняет про своё качество и так далее. Вот это реклама производства предприятия и так далее. А то, что вам впаривают за 30 секунд в ролике, рассчитано не на вас, а на вашего ребёнка, который смотрит на маленького. Вот он ползунок ползает, смотрит, раскрыв рот на 30-секундный ролик, а там тётя кушает шоколад, а ей говорят, вот вы что кушаете шоколад, какая радость. У него связываются два понятия. Облик мамы или тёти радостной и еды. В итоге его подводят к тому, что чревоугодие, жратва и чувство радости это одно и то же. Такая прямая связь у него не отложится, но она на социальном, на образном мышлении, восприятии останется не у всех, а только у тех, кто внушаемый. Но вы должны помнить, что внушаемые это 70% женщин и 40% мужчин. Грубо говоря, 60% от общей массы населения. Вот и всё. И как с этими внушаемыми работать? Они уже подверглись, их матрица подверглась определённым информационным атакам, и они уже как бы слегка, ну, не люблю это слово, но зазомбированы, управляемы, биороботы. У него внесена вредноносная программа, он говорит, кто охаривает власть. Давайте так, здесь власть никто не охаривает, то есть мы указываем на серьёзные, конструктивные пробелы в системе государственного образования. Я конкретно указываю на то, какие блоки в этом государстве нужно менять, какое место и роль на самом деле должна занимать партии и представители народа, над которыми работают на этот народ на самом деле, я их называю общественники и так далее. Какое место в этой системе должно занимать военное сословие? Это государственный кадровый резерв. У нас государственный кадровый резерв формируют чьи-то дети, которые даже не служили срочную годичную службу. Вот эти вот непонятные бледные цветы. Вот эти страну сдадут. Я говорю о том, что стране скоро придет тердык. А вы говорите, давайте эволюционно. Они нас опережают на несколько шагов. У нас этого времени нет. Вот если эту информацию распространять, таких думающих станет больше, понимающих. Но вы не будьте оружием в их руках. Изменить эту власть, ну попробуйте написать какой-нибудь закон. Вы знаете, каким образом это все сделано? Вы не можете подать предложение об изменении какого-либо закона, если вы об этом не знаете. А сделать это может только депутат. Вот до депутата вы должны достучаться. Если он не захочет ваши мысли передать дальше, то ничего и не будет. То есть тех изменений в закон, которые вы хотите внести, никто никогда не озвучит. И это все будет похоронено. Вот эта вся система взаимоотношений построена таким образом, что власть далека от народа, всего-то навсего. Как вы хотите это изменить? Предложите я вам рассказал, что та система, которая выстроена, изменится только двумя способами. Все остальные способы, причем один разрушительный, второй съедательный, если там будут нормальные люди всем руководить. Всего-то навсего. Нет третьего пути в данной ситуации. Времени мало. Сейчас развязывается по всему миру глобальная война. И нас в эту войну могут втянуть не сразу, по окраинам, чтобы откусывать по кускам. Вот внимательно наблюдайте за тем, что-то происходит на границах, что-то происходит на Украине. Вы поймете, что это так и есть. Розовые очки просто нужно снять и быть реалистом. Ну, как бы все. Если позволишь, тоже отвечу. Значит, здесь я лично тоже никого не ругаю. Мало того, я хочу, чтобы власть стала именно властью, от слова «владу». Владу с божественным утверждением, а не кучкой рвачей, которые засели по каким-то причинам, или кто-то случайно туда попал, потому что оказался с чем-то другом, или кто-то туда долго-долго лез, потому что надо было там кусочки зарабатывать себе и жене, а кто-то просто оказался в нужное время, в нужном месте, его эта волна туда захватила. Дело не в этом. Меня даже не интересует, как кто-то туда попал. Так вот, я хочу, чтобы власть стала лучше. лучше. Если там хотят сделать лучше людям, народу, я готов им помочь. Если я вижу, что люди неспособны, чтобы сделать лучше народу, я готов рассказать, почему они неспособны, и предложить другой путь развития, другой путь созидания и другой вариант их бытия. И не более того, то есть никого свергать я не призываю, и сам не хочу это делать. И ругать тоже никого не собираюсь, потому что кое-что об этом узнаю. Так что охаивать власть здесь я, например, не охаиваю. Дальше. Каждый лучше всех знает, как устроить. Ну, может быть, я где-то в чём-то знаю лучше кого-то, что как обустроить. Только никто не предлагает конкретного плана. Ты хочешь, чтобы тебе предложили какой конкретный план? Уже неоднократно здесь в эфирах было сказано о том, что, первое, нас превратили в стадо обезьянок, живущих в вольере и ожидающих получения банана и апельсина. То есть, если нет банана и апельсина, а нам дают гречку или какую-то другую невкусную кашу, мы начинаем стенать, мы начинаем переживать, мы начинаем друг с другом драться за то, чтобы там где-то кусочек повкуснее нам попал в рот. Вот. Если вдруг попадается бананов меньше, то мы отнимаем банан друг у друга. Если бананов достаток, то мы довольны, счастливы, и смотрите, как нам всё хорошо, как у нас всё хорошо, как мы умеем пузик показывать. Вот примерно в это нас всех превратили. Я же предлагаю другой вариант. Я предлагаю для начала это всё осознать. Второе. Начать что-то делать, а у нас есть все возможности, даже по той самой гнилой, как её называют, написанной американцами Конституции, создавать свои потребительские общества, создавать свои организации некоммерческие для начала, а потом при помощи их создавать коммерческие организации, обслуживать друг друга, соединяться, объединяться. Тяжело? Согласен. Легко было падать в это дерьмо. Тяжелее вылезать из него. Скользко. Скользко и плохо пахнет. Ещё выглядишь не очень хорошо. Умываться потом долго приходит. Но уж извините, куда попали, туда попали. Вылезать придётся самим. Никто нас отсюда вытаскивать не будет. Так вот, а это всё возможно сделать только после того, когда у вас проявится общинное миропонимание. Как жить обществом? Не социумом, а обществом. По каким правилам? Коном, каноном, исконе и так далее. Вот когда всё это мы осознаем, вот тогда мы начнём что-то делать, а перестанем блеять, когда нас ведут на стрижку, не дают нам воды, не дают нам нормального сена. Вот и вся разница. Когда вдруг собаки нас прибежали, покусали или погнали в другой вольер. Так что, ребятушки, всё очень просто. Для начала необходимо начинать понимать, что происходит. Второе, необходимо объединяться с теми, кто понимает, что происходит. Третье, доносить эти знания для других. Через что доносить? Отвечу. В частности, через Народное Славянское радио. Народное Славянское радио работает по принципу общины для державы. Если вы считаете, что это радио должно существовать для державы, для строительства, для донесения информации, и оно является общином, вы его, как общинник, поддержите. А у нас сейчас получается следующее. Определённое количество с некоторыми нулями слушателей, зрителей в канале Ютуба, находящихся подписчиков в соцсетях, там не один десяток ноликов, ну, имею в виду, не ноликов, а цифра-ка большая, вот не называю её специально. Вот если бы каждый всего-навсего по 100 рублей сбросился в месяц, качество вещания радио увеличилось, интереснее бы стало слушать, появились бы люди, которые бы распространяли, пускай за деньги, но распространяли бы это. И тогда бы шла так называемая пиар-компания, и слушателей стало бы больше, и просыпающихся людей стало бы больше, и тем рассматривалось бы больше. Но почему-то этого не происходит. Видимо, все привыкли потреблять. Но самое интересное, что сейчас появляются коммерческие станции, которые будут крутить примерно то же самое, что и здесь мы крутим. но там абонентская плата. И если вы не заплатите её, то в этом случае вы слушать не сможете. Вот у меня вопрос. Человек разумный, понимающий, что такое община и держава, он будет дожидаться, пока ему абонентскую плату введут? Или он всё-таки поддержит то, что необходимо поддерживать и улучшить? Видите, как всё просто? Считайте, что это тест. Если вы будете продолжать существовать в системе, то тем самым через абонентскую плату вы эту систему будете поддерживать. Нравится вам это или не нравится? Вас организуют и вынудят платить за интересную информацию. Но то же самое, те же самые деньги вы бы могли потратить на то, чтобы сделать интереснее радио, которое существует, которое не коммерческое, которое трудится во благо державы, а не на свой кошелёк. Понимаете, какая глупость? То есть вы всё равно эти деньги заплатите. всё равно вас вынудят эти деньги заплатить. Но так вы заплатите куда-то кому-то, а так в другом случае вы заплатите на то, чтобы развивать общинное радио. Вот тот тест, который большинство людей не проходит. Они просто не понимают, как это работает. А это говорит о том, что или мы плохо трудимся и ещё не донесли это в голову людей, либо система настолько всех зомбировала, что дальше некуда. Осознанный человек всегда находит в себе труд на благо державы сам, творчество находит сам, занятия в жизни находит сам. Баранов и зомби всегда кто-то куда-то направляет. И это отличие зомби от человека. Вот если вас направляют и через вынуждение заставляют что-то делать, я поздравляю, друзья мои, вы зомби. Если вы добровольно осознаёте, что и как делать и куда лучше приложить силы, мысли, энергию, деньги в конце концов, то в этом случае тогда вы человек. Вы вольный. Вы человек. Вот сейчас проходит такой тест, причём не один, таких тестов много. Обратите внимание, что и как происходит. Так что разговоры, конечно, разговорами, но за каждым разговором находится какая-то, может быть, система или взгляд или понимание. Может быть, просто кто-то что-то не понимает. Так, следующий вопрос. Аксей, добавлю. Да. Да, значит, по поводу действий, по поводу власти. Когда ненедействующий руководитель пришёл только к власти, ну это было давно, в стародавние времена, было ещё в то время, несколько наивен политически, я направил на его имя в администрацию президента некоторые тезисы из тех, которые я сейчас излагаю в своих книгах. Они были в виде цельной концепции, это было примерно 15-20 страниц с обоснованием чего и как надо изменять. В частности, там большой раздел был уделён именно установлению взаимосвязи между первым лицом и народом через систему общественных представителей. У меня до сих пор хранится письмо, в котором мне говорят «Большое вам спасибо, ваша информация будет использована при реформировании системы государственного устройства из аппарата президента». Я его бережно храню. Так фишка в чём? Спустя какое-то время появилась общественная палата, абсолютно неработающий орган, но просто случайность или совпадение, я не знаю. Но просто когда кривые руки начинают делать то, что они не понимают, то получается вот так вводится система социальных паразитов или бесполезных структур, которые имитируют деятельность. А ещё раз говорю, работать на благо будет тот человек, который работать готов бесплатно, только по велению души. Потом его можно там примировать, но для него это не должно быть самоцелью. Таких людей масса. То есть человек может заниматься другой деятельностью и активно участвовать в общественной жизни государства, страны, и ему нельзя в этом препятствовать, только он должен соответствующим образом это заявить. А вот эти все системы, которые контролирует кто-то сверху, там общественной жизни нет, это имитация, ещё раз. Вот нужно чётко улавливать разделение. Человек, сидящий наверху, да пусть даже не на самом верху, чиновник, и вольный человек, который что-то пытается до этого человека донести. Вот между ними должно быть взаимодействие. Каким образом? То есть в виде обратной реакции. Общественность увидела непорядок, заявила об этом, сейчас это просто делается через электронную систему, в том числе она становится достоянием всех. Нет реакции в течение 30 дней, причём не просто там реакции такой, а ответ на ваше письмо идите нафиг и всё. Нет. Устранение недостатков и так далее, наказание виновных, причём в соответствии с законом, ну значит виновата то лицо, которое это не выполнило, и это лицо надо выгонить. Вот когда первое лицо не работает как гарант закона, и которому не подчиняются судьи, а судьи у нас не подчиняются никому, так всё устроено в системе, вы ничего не добиваетесь. Ну система так устроена, то есть можно предлагать, вот я предлагал и чё, много лет назад, больше я туда ничего не предлагаю, потому что любая предложенная идея этими людьми будет искажена. Вот у меня есть такой опыт, я вам о нём только что рассказал. Можете попробовать и пройти этот путь, предложите что-нибудь и увидите, что у вас получится, ничего. То есть наша задача это вот то, что говорит Алексей. Самоорганизация, самоорганизация, распространение информации и жизнь по принципам рода. Слово, мысли, дело не должны расходиться между собой и нельзя зависеть от денег. Если вами управляют деньги, это ведь проверяется очень просто, две вещи, есть это же старый принцип, хочешь проверить человека, дай ему деньги большие или власть, и вы увидите, как человек меняется. То он вам раньше руку жал, а теперь он её для поцелуя подаёт или под ноги плюёт и так далее. На машине едет мимо, грязью обливает. У меня был у друга такой случай. Работали вместе, как он только поднялся, всё, тот стоял на дороге, на тротуаре, тот проехал мимо, его грязью облил и с джипой дальше поехал. Через два месяца сострелили. Ну, так вот бывает в жизни ситуация. Я просто к тому, что в жизни бывает всякое, и вот когда вы так говорите, что вы предлагаете, не будьте в секте свидетелей святого Путина. Вот не надо. Если он нормальный руководитель, он должен нормально реагировать на критику со стороны общественности. А вы говорите, понимаете, вы идёте по тем принципам, которые проповедуются в иудохристианстве. То есть начальство от Бога, вся власть от Бога, оно неприкосновенно. Если думаете, что не так, прочитайте внимательно. Петра там, Матфея и прочих, Коринфианом. Там всё это есть во многих разделах. Вот это мы учили и учат сейчас. Вот для вас не должно быть авторитета, понимаете. К человеку нужно относиться уважительно, какой бы он пост ни занимал. Но тем не менее проверяйте, всегда проверяйте, что вам говорят, что отдают, какие команды и так далее, что он делает и так далее. Вот тогда существует, будет работать система общественного контроля и так далее. А её сейчас нет. И вот радио Славянское это уникальный способ как бы вот такого независимого информационного обмена. Если вы полагаете, что за мной кто-то стоит, абсолютно никого. Я самостоятельно действующая единица. Такие дела. Ну, всё, дополнение. Хотя нам уже кто-то привел, что это оказывается частное радио. Я так задал вопрос, а кто тот счастливый обладатель? И тишина. То есть человек зашёл, сделал так это пук, вброс. А это частное радио. Мне тут один человек сказал, не буду пальцем показывать, не буду фамилию называть. Мне сказал, что это частное радио. Я говорю, и кто его частник, кто организатор? Товарищу, который это вбросил, могу сказать так. Я видел, какой аппаратуры ребята снимают, как они добираются до места съёмок. Поверьте, это не частное радио, это частная инициатива. Вы не путайте две вещи. Частную личную инициативу группы энтузиастов и теми, кто за всем этим стоит, там спонсирует якобы. Если бы спонсировали, у нас была бы аппаратура, ну, у ребят. Ну, как вот в офисе вышеупомянутой организации, которая вывела там кого-то куда-то. Понимаете, эфир бы у нас был другой. Ну, и так далее. Ну, была бы студия, наверное, где-нибудь в Москве, в Питере, в Краснодаре, может быть, в Сибири. И там бы и песни мы записывали нормальные, и людей бы приглашали, так, чтобы в студию сел и хорошо всё. И я уверен, что если бы у нас было нормальное обеспечение по деньгам, то есть нашлись бы не барыги, а предприниматели и купцы, вот, которые понимают, что надо с общественностью делиться, то есть с мироедами. Вот мироед — это в хорошем смысле этого слова, да, тот, который мир содержит, мир содержит свои деньги. Вот, если бы включилась эта тема у них, тут бы уже были достаточные средства для того, чтобы можно было создать студии, где бы могли люди записывать свои музыкальные произведения не за деньги, а для того, чтобы они просто звучали. Были бы пиарщики те, которые бы раскручивали это всё направление дела, которые бы продвигали хороших людей, правильные какие-то слова, правильные какие-то высказывания, хорошую музыку нашу и так далее и тому подобное. Но где? Эй, купцы, предприниматели, вы где? Вы кому там налоги-то платите? Вы тут говорите о каких-то сословиях, о каком-то славяно-арийском обществе, о ведичестве, о язычестве, о родноверии, о чём угодно говорите, о родной земле, матушке, а дела-то ваши где? Кого вы содержите? Вот и всё, вот и ответ. Всё очень просто. Говорить можно сколько угодно, а служить способны единицы. Единицы способны служить. И служить не просто хозяину, а обществу, державе. Для того, чтобы наши рода развивались и жили так, как наши предки нам завещали. Другого пути у нас нету. Идём дальше. Вопросы? Дополню, дополню, дополню. Вот ещё в первом выступлении там спросили, Вадим, деньги-то за книгу капают? Ещё раз. Я книгу издавал в качестве обмена и передачи. Если моя книга будет распространяться энтузиастами в электронном виде через средства массовой информации, я как автор не буду выдвигать против вас требования в суде, прекратить это и тем более мне что-то компенсировать. ещё раз. Распространяйте, сами читайте, вы же этого ни черта не делаете, а потом ходите и плачете, как всё плохо. Пока вы будете баранами, вот этими людьми, животными, вами будут управлять, манипулировать, и детьми вашими будут манипулировать. И самое страшное, что на третьем колене это всё пресечётся через смешение народов, с которыми смешиваться нельзя, через войны, через деградацию. Деградация — это процесс необратимый и деградирует каждый человек индивидуально. Точно так же, как индивидуально он может стать на путь развития осознанности и на путь того, что называют эволюцией, ну, на путь улучшения качества своей души. Вот и всё. Всегда этот процесс происходит индивидуально. Точно так же, как индивидуально вы рождаетесь и умираете. А есть вещи, которые кроме вас никто не сделает. Вот за вас никто в туалет не сходит, извините за это сравнение. Точно так же никто за вас бороться за страну не будет. А если кто-то и будет бороться, то когда он придёт наверх к социальной пирамиде, он вас туда не приведёт. Вот ситуация в Донбассе, я там немножко эту ситуацию знаю, вот она как раз такая. Там возникают конфликты между теми, кто оттуда сбежал с большими деньгами, и между теми, у кого были деньги, он там остался и пошёл на войну и поддерживает ополчение и так далее. Так вот, те, кто сбежал, туда войти сейчас не могут. Почему? А им говорят очень просто, а вас тут не было. Вот. И это к вопросу о любви к родине и так далее. Что вы для этого сделали, чтобы быть независимым? Да ничего. Вот так вот испортили воздух, задав такие слова. А почему? Значит, у человека либо он тролль, либо у него такие мысли. А, деньги-то собираете, за наш счёт живёте. Мне лично по барабану зарабатывают деньги другими способами. И книжки я издаю не для этого. Ещё раз, информационный обмен, и это вам никто не расскажет, вы это нигде не прочитаете. Это результат аналитической работы примерно за 15-20 лет. Вот и всё. Половину этих книг вы сейчас просто не найдёте, по которым я собирал все эти источники, потому что они сейчас стоят бешеных денег. Они были выпущены один раз в 93-е годы, это репринтные издания. И сейчас вы их просто вот захотите, там, купить одну работу Успенского, она будет стоить сейчас от 7 до 10 тысяч рублей. И то вам её, может быть, не найдут. Это к вопросу об эволюции человека. Там у неё есть работа очень интересная и редкая. Ну и так далее. Ну, как бы дополнение всё. Также скажу, что планирую, если всё удастся, 8-го числа, 8-го апреля планируется эфир очень интересный как раз по этой теме. А что делать, как быть, как объединяться, как без разрушения революции и потрясений нам создавать то, о чём мы так долго говорим, как, не нарушая законы, вот это всё делать. 8-го апреля 2017-го года. Если всё получится, такая передача выйдет. Не пропустите, послушайте. Может быть, тогда многие вопросы уйдут сами собой. Может быть, тогда всё станет на своих местах. Может быть, тогда разложится. И, наконец-то, наконец-то начнутся какие-то деяния, а не просто вопли, растянутые плакаты и что-то там ещё. Идём дальше. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...